Винокурение Устройства, без которых обойтись, в принципе, нельзя Они предотвращают попадание в наши ферменты различных бактерий, диких дрожжей и так далее Всего того, чего там быть не должно Дабы не испортить наш напиток Устройства всяких гидрозатворов разные Здесь, например, трубочка такая, как по принципу Шпаделевского всплывает колпачок Здесь всплывает вот такой стаканчик над трубочкой И выходит углекислота, углекислый газ через вот отверстие в крышке Это обычный С-образный гидрозатвор Вот это здесь вот по силиконовой трубочке поднимается углекислый газ Крышка для банки и выходит стаканчик, заполненный жидкостью То есть устройство гидрозатвора разное Но суть их деятельности во всех одинакова Вот Все эти гидрозатворы, как бы, компактны, удобны, красивы, но они обладают рядом недостатком Самый главный, как я считаю, недостаток, это очень малое содержание жидкости При установке на большие ферментеры При активной фазе брожения жидкость из них просто выдувается И исчезает очень быстро При длительном брожении, опять же, таком, как с брожением вина Жидкость из них испаряется Особенно, если вы используете не воду, а водку То испаряется довольно-таки быстро И приходится постоянно ходить, контролировать этот уровень жидкости Постоянно ее доливать Об этом все время забываешь Одним словом, не очень удобно Следующий недостаток всех этих гидрозатворов в том Что они при установке на ферментер Пребуют сделать в крышке ферментера довольно-таки большое отверстие Что лишает ферментера универсальности Например, я использую ферментеры для транспортировки Винограда для транспортировки яблочного сока в сезон То есть, они у меня служат не только для спраживания Но и для привозки, хранения и так далее Жидкости Вот, поэтому, вот эту крышку Приходится постоянно как-то герметизировать Ну, здесь, например, вот я находил такой выход, как наклеивал скотч С обеих сторон Вот, можно там засунуть опять же вот этот уплотнитель Или вставить вместо гидрозатвора в него какую-то там чоп-заглушку Ну, все это неудобно Все это мне порядком надоело И я немножко модифицировал свои гидрозатворы Вот, я сделал их как бы более универсальными Как я это сделал, давайте я сейчас вам покажу Итак, прежде всего нам нужен будет шуруповерт Дрель, там не важно что И сверло Сверло нужно на 12 мм Ну, мне первое подвернулось вот такое ступенчатое сверло Вообще, какое сверло, в принципе, без разницы Вот, одним взмахом руки нашей крышки Получается вот такое ровное, красивое отверстие Далее Берем вот такой вот вентиль От автомобильных колес Удаляем из него все лишнее Это золотник Он нам больше не пригодится Для этого нужен такой металлический колпачок Надеваем этот металлический колпачок Это губка с мылом Далее, чтобы его вытащить Нужен какой-то брусочек У меня этот молоток подвернулся Ну вот Как-то так В итоге у нас получилось вот такое надежное, прочное герметичное соединение Даже при установке ферментера на крышку То есть он легко гнется Ничего не ломается, ничего не отрывается Сделать Снова наш ферментер герметичным Позволяет вот этот колпачок Одно движение руки Все, пожалуйста Можно наливать что угодно Хранить что угодно Перевозить что угодно Ни капли не расплескается Далее Речь-то все-таки идет о гидрозатворе Я использую вот такой вот шланг Шланг этот я купил в аптеке Это вообще был какой-то зонт Он мне понравился, что здесь на конце приклеена вот такая вот Какая-то расширительная Пластиковая такая вот вороночка То есть он стыкуется сам с собой И очень удобно одевается вот на этот вентиль Вот Этот край опускается в любой удобный Сосуд Можно в бутылку Но я делаю вот так Я беру пробку от банки Крышечку вот такую пластиковую В ней сверлю два отверстия Одно побольше, одно поменьше В это отверстие очень плотно влезает вот этот шланг Шланг это ПВХ Вообще, раньше, до того, как я нашел вот эти шланги Я использовал эти шланги ПВХ От строительных гидроуровней Продаются в любом магазине строительном Стоят в пределах там 100 рублей Далее наливаем в баночку жидкость Одеваем вот эту крышечку Все Шланг держится довольно таки плотно Банка является как якорь, как груз То есть шланг из нее не выдергивается Вот так вот Все получается Но функциональные возможности нашей крышки на этом не заканчиваются Что еще она позволяет сделать Например, когда осахаривание происходит солодовых брак или брак на ферментах Именно в этом бочонке То мы можем взять термометр Он довольно плотно вставляется в это отверстие После все это сверху укутываем И в процессе наблюдаем, как изменяется температура в нашем ферментаре Ну вот такое нехитрое приспособление Может кому-то будет полезно, может кому-то будет удобно Спасибо, что смотрели Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok